Колобок смотрит порнушку, так я и думал. Ребята, эксклюзив на канале Вечерний Садовой. Здравствуйте, ребята, эфир в норме. У меня за спиной радужный вот такой ЛГБТшный зонтик. А это значит, что Вечерний Садовой канал и я в его лице снова приехал на барахолку Минск Ждановича. Уже лето, люди начинают распранаться. Просто раздеваются, одевают все самое летнее. С зимнего переодеваются. Некоторые переобуваются во всех смыслах этого слова. А мы сегодня, у нас будет короткий. Здрасте. Как делишки? Ясно. Вот канал Вечерний. Всем нашим привет. Канал Вечерний Садовой. А кто работает? Видите, работает, а Максим сказал, не приедет. Вот сейчас я вам направлю. Я сейчас еду на работу туда. Я через полчаса уеду отсюда. Где-то... Насколько же открыл? В полдесяду отсюда? Ну, я в 10 открываюсь. Ну, там нету прямо обязаловки вовремя в 10. Я стараюсь в 10 приезжать, но там как бы можно открываться чуть раньше, можно чуть позже. Я был там, проходил, у тебя было закрыто, как раз. У меня на первом, на цокольном этаже вы были. А я не понял, но вот вывеска, видать же, как идет по коридору. Она внутри висит. Вы были, наверное, на втором этаже, да? Где у меня там раньше был магазин. Я два месяца арендовал там. А теперь я переехал и в цокольном этаже нахожусь. У меня такого открытого типа магазинчик в кассовой зоне. Ну, вот прямо напротив касс Евроопта. А то помещение, оно у меня под склад. Там у меня просто товар лежит. Так что приходите. Я там живу рядом. А, тем более. И хотелось еще спросить про тот дом. Где он находится? На Бельского? Какой? На который проход. С коридорчиками? Да, это Бельского, 18. Прямо напротив касси. Один, наверное, Минский вот такой, да? Да. Их много в Харькове. Это какая-то Харьковская серия. Там, я говорил, ну, идешь по коридору и у окна людей, да? Да, да, и ты идешь туда, зыркаешь. То есть, представляешь, вы на девятом этаже живете, а у вас проходной двор там, да? Ну, это как там было бы, ну? А с улицы-то ничего, так домик. Телевизор еще называли. Ну, и балконы такие похожи на телевизор. Да, да, да. Называли телевизор. Ну, в общем, да, странный домик. Но мне объяснили там старожилы, что это дома строили, короче, к Олимпиаде. Была Олимпиада. И в Минске, хоть он и не принимал Олимпиаду, там хотели каких-то то ли юниоров, то ли спортиков разместить. И под эту дудку строили такой дом в виде вот отеля. Чтобы потом, после Олимпиады, ну, да, типа, чтобы массово заселить каких-то спортсменов. А потом это все просто переделали в жилые фоны. Я удивился, думаю, что за дом такой. Сидишь в зале, смотришь телевизор, а тебе в окно смотрят. А ты живешь на девятом этаже. Да, и что самое главное, там даже нет ни домофонов, ни что. То есть любой даже бич может вот пойти там и пройтись по всем этим. По тропу стучал? Да, да, да. Там поэтому, что у всех, у многих окна, даже на верхних этажах за решетчиной прям. То есть вот, ну, решетки на окнах. Обычно на первых этажах жевали раньше, а там везде. Ну, интересно. Забавно. Довольно интересно. Ну, вам. Меня тоже он сделал. Все, спасибо вам. До свидания. Вот видите, ребята, я не успел зайти на барахолку, просто ступить ногой, и сразу же встретил своих подписчиков, которые меня узнали. А вот интересные вот такие обувные колодочки. Я вам просто сниму. Как в этом, как в Амстердаме, в Голландии вот эта деревянная обувь. А тут такая целая гирлянда колодок. Прикольно. И вот какая-то тоже табличка. Меня такое всегда интересовало. Так, мы медленно, но верно движемся. Мимо анонимусов. Вот такой вот огонек победы. Я уже даже вижу колодка. Я уже вижу его. Он сидит спиной. Давайте попробуем его просто испугать. Колобок смотрит порнушку. Так я и думаю. Ребята, эксклюзив на канале Вечерний Садовой. Привет, привет. Ну что, посуда. Я сегодня не с пустыми руками. Смотри, у меня для тебя, во-первых, хрустальный бокальчик. Да. Ну такое, в каждом серванте есть. Копеек продают. Супер. Вот будет, значит, на полпроезда в метро. Вот такая то ли мороженица, то ли что. Я не знаю, хрусталь это, че просто стекло толстое. Стекло. Блин, значит, тоже шляпа. Все, у нас повреждения. Где? Вот, видишь. На 50 копеек тоже. Сектор рубль продается. Так, вот такая вот из-за границы. Пиалочка. Наверное, тоже за рубль. Да. За рубль. Вот такие вот жалезы. Вот, жалезо хорошее на даче пойдет. Да, метать можно на жире. На даче приведется. Ну да, такое в каждом доме нужно. Бураки царапятся. Хорошо. Да можно рыбу потрошить, я думаю. Да, для рыбы есть 5 минут. Ребят, ну что, обзор посудной лавки. Ну покажи что-нибудь интересненькое, что к нам приплыло с коротким обзором, с таким вводным словом. Вводным словом? Да. Посуда, самая лучшая посуда на рынке. Ну это понятно, это понятно. Давай эксклюзив. Ну вот это парочка. Какая? Вот это шляпники эти? Да. Так, что за оно? Граф и графиня, да? Парочка нема. Пар графиня такие. А это советы или это сейчас уже лепят? Это 90-е годы. Ага. Мужик в малиновом пиджаке. Конечно, звезды с начала нулевых. Угу. Ну, ребят, ну достаточно футуристично, кстати. Кто, у кого вот интерьеры в той эпохе. Вот такая вот лаза чешская красивая. Ага, мюля, млын, смотрите. Там и парусник. Свойное молочное стекло. Какую цену? 220. За пару? Да. Такой набор для виски интересных. Это тоже, да, чешский? Да, это тоже. Это же мельница. Тоже художника, да. Кстати, симпатно. Мне нравятся такие лигатуры. Такая картинка. Да, да. Для виски интересных. Да, любитель виски, да. Я? Ну, я. Периодически. 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 Вот это все красиво. Знаю. Это все красиво. Такое интересное. Вот это что-то старенькое. Да, это старенькое. Ага. У меня был такой в подаже. Девушка художница собрала. У него такие виноградики. Класс. Вот этот горлач. Закушаю. Для молочка. Там зона рублевых. У меня оранжевых. Вот давайте, ребята, так как. Вы меня смотрите, постоянно спрашиваете, что подешевле. Вот давайте, рублевая зона. А это металлогалогенки? Нет, это угольные какие-то лампочки. Их же нельзя руками трогать. Ты в курсе? Угольные мошки. Ну. Сейчас они все электрические. А, да. Я этим какой-то пошел, я писал, наверное, я еще спрашиваю, что какие-то угольные. Ребят, кто вот топился углем? Она каляется на эти угольные. А, как я понял, что это не ценная чашка, потому что одна из них вот приноровлена в пепельницу. Я икулку, я икулку в короблю продал. Ну да, такое в каждой хате. А вот смотрите, у него есть ошметки, такой набор в виде жестого, да, эта роспись называется? Или палех. Теремянная ложка. Да. Короче, будем как Би-2 на ложках играть. В общем, все порублю. Ты мне подписчица принесла, подарила. Змея, да? Ну, начнется год змеи, я думаю, ты продашь его. Ну да. Все же циклично. Да, да. А вам мне нравится этот караван из барашков. Соль, наверное, перец, только без крышечек, да? Можно сделать такой караван, чтобы овечки паслись. Ну, вот эти чашечки, конечно. Вот это лазовое. Теремическая. Ты любишь говорить, собрались кучу люди-кони. Так. Более. Ставь, заставь. Более. Все, минус один. Более. Я дорогое что-то разбил? Внимание. Разделен. Более. Жопа. Оставь, я поправлю. Ладно, извиняюсь, хрустальный. Собрались кучу люди-кони. Так. Как ты говоришь, керамическая ваза такая высокая. Классная. Соренькая. Ты недорогая. 40 рублей всего лишь. Класс. Можно использовать как напольное покрытие. Покрытие обычный. Лак и ружная роспись. Симпотно. Кому-то в интерьер пойдет. Да. Дома-клевенский. Вообще классный. Еще вот так вот оно что-то. Что такое? Разбирают. То есть, какой-то чешский набор красивый. Так, я уже теперь боюсь тут пробираться. Боемия. Ну, это более такая современная, а не старая. Боемия. Фанатов техники транспорта. У меня в детстве были... Водилки. Да. Вот эта охотничья схема. А вот пять. И сколько сейчас? 30 градусов? Да, 30 градусов. В тени. Без тени. Вот молодоженов голубя. Такой китайский сервис. Зубра я показывал, наверное. Старая копеечка. Тут вообще зона денег. А вот, помните, у каждого советского алкаша всегда в кармане был вот такой складной стакан. Я помню. Такой у меня был и не один. И прямо был Ташкент именно вот с этой телевышкой. Да. Так и было. Все так есть. Казалось бы. Ну, Добруш. Добруш. Ну. А шо там Аня? Аня? Ну, надо в гараже сфотографировать. Вчера поздно приехали. Угу. Мы с этим не сталкивались. Ну да, потому что там же для кейтеринга ААМ. Может быть, нам какая-то посудка даже не пригодится. И краша рада вам в сетевале находится, поэтому можно пригодиться. О, супер. Супер. Мы там более-менее порядок уже навели, поэтому можно приглашать гостей. Все. Скоро будем тогда с обзором. Отлично. Либо завтра буду разглажаться, попробую что-нибудь делать. Потом просто стопками, стопками, и все полностью раскладывать, фотографировать отдельно. Ну, долго времени займет. Проще приехать уже, наверное, со мной, выбрать все сразу. Потому что я же не знаю, какие размеры им надо, глубина какая. А у тебя майка, ты болеешь за Реал Мадрид или за Барсу? Я просто секунду ее купил, и все. Я понял. Это многое объясняю. Это хорошо. А, кстати, вот этот сервиз классный. Корейский. Made in Korea. Ух ты, сервиз. Yes. Класс. Набор тарелок. Такая вот одна глубокая есть. Супница. Угу. Такая вот сахарница. Ой, тогда тут целый комплект. Только одна утеряна. Вот это бить, по сожалению. Подставочка. Вон вижу, склейка даже. Ясно. Хотел тебе кое-что показать, но для этого надо отключить телефон. А мне не надо. А мы вообще теперь не ходим. Володя уходим. У него часы пиздит, а он и пошел гулять, видишь? А где этот Володя, что херню о роде? Ребята, человек. Ну, это потому что современное РЖД. Какие у меня хотят? Современное. Здравствуйте. Почем авиация? 15 рублей. Вот так вот за копейки советская авиация перепродается. Привет, Александр. И разбазаривается. Вот так в страну потеряли. Помнишь, я говорил, что я буду коллекционировать подстаканники, но бесплатно. Но я серьги 20 рублей. Ты изменил себе и выстрелил продажу. Да, я решаю. Нет, я покупаю. Блин. Настолько я их полюбил. Подстаканники, что вот теперь буду договориться с Татьяной о оптовой цене, частную коллекцию, не на перепродажу. Вот, всех четырех предметов. Так, Татьяна уже попала на канал Вечерний Садовой. Возможно, прямо сейчас и домой попадут, если мы договоримся. Я подсниму это и сделаю обязательное. Танюша. Ты мне что-то тоже принесли? Танюша, я прекрасно понимаю, все мы такие. Я же тебе не расскажу. Ну, ты понимаешь. Я говорю, скажи свою стоимость. Правильно, Саша? А у тебя не было такого? Есть. Похожие мне. Немножко не тот. У меня виноградик, это цветы. Но формат, в принципе, тоже. Это такой современненький. Вот. И вот этот современный. Я уже даже придумал название для ролика. Давай. Витя мусорщик обобрал как липкую, миленькую женщину. Ты сейчас глаз там, правда. Я тебе там взял. Женщина уже все прогуглила, все промониторила. Знает, наверное, что РЖД с Бреста по 15 уходят. Ну, это тоже дешевенький, да? Бреста, это что? Бреста. Брестские ребята, может, воруют где-то в поездах. На куфоре, да, стояли по 15. Я долго пытался заказать, но я все. Да если бы я ехал в поезде Москва-Брест, у меня бы у самого он к руке прицепился при выходе из купе. Тебя бить надо за это. А потом несчастная проводница с маленькой зарплатой. У нее же вычтут. Причем вычтут не 15 рублей, а вычтут как за новенький. Ну, это же сувенирка. Закатите его, отпишитесь от него. Он хочет украсть подстаканья. Я просто предположил. Я так делаю. Предположил. Вот видите, кстати, Витя, он очень честный. Давай, я выключаюсь. Да, да. Мы же для контента. Я на 4 подстаканечка. Лот с 4 подстаканечка. Две шкатулки. Ребятки, не прошло и 5 минут. Видите, Витя, я возьму очки вот эти погонять. Смотри. Конечно, ты хватит. Каких 20? Это же даже не Prada. Это не Gucci, это не Prada. Ну, вот такие очки прямо у Витя. И они, кстати, не царапанные, что удивление. Валялись у него просто вот, наверное, со свалки. Нашел очки Neo. К очкам Neo обязательно нужна ложка. Желательно Дмитая. Сейчас будем искать эту ложку. Ребятки, коротко обзор Витиного товара. Это красные вазы. То есть он реально пытается составить конкуренцию колобку. Здесь вот такая чай с слоном коробочка из Индии или с Гоа. Там обычно любят слонов. Вот такой вот какие-то депутатские запонки. Куча разных, разного рода ушатанностей. Медных турок с оторванными ручками и без. Меня привлек еще вот такой вот железный парусник. Такое обычно продается в Москве в разных винтажных бутиках. А здесь этот парусник явно стоит гроши. Но вот он, кстати, смотрится довольно футуристично. И в любой интерьер подойдет. Для патриотов есть верх. Вот такая тарелочка Варшавы в каждой сувенирной лавке. Вот это авиация. Миленькие такие железные, внимание, самолетики с разным окрасом. Какой-то японский, может, камикадзе. Всякие разные часы-будильники. Вот это милая тоже шкатулка Минск для всякой мелочевки. Колокольчик. Вот такой джингл-белл. Я бы после каждой продажи... Вот он продает что-то, и можно ударить в колокол, чтобы обозначить свою продажу. Ну, тогда Витя пришлось... Кажется, пока горячо. Что, Александр? Я вас узнал. Приветики, приветики. Я вас узнал, смотри. Хорошо, комментируйте всегда, потому что... Что-то опять? Нет, я только с добром сегодня. У меня сегодня марафон добра запускаю. Это личный герб, который висел. Резиденцию снял. Первая резиденция Александра Григорьевича. Вот реально. Это реально вещь с историей. 25 рублей. Большая красивая база. Нас посетил гость Александр Садовой. Всем привет. Ребят, подписывайтесь на канал Вечерний Садовой. И приходите в мой магазин на Притыцкого 29 в цокольном этаже в торговом центре Тивали. Я там продаю галантерею, бижутерию, солнцезащитные очки. Я ему говорю, Саша, привет. Никогда не упустят. 2,50. Никогда не упустят в возможности саморекламы. 2,50. 2,50. Акция скидка распродажи была прошлой субботы. Но ты мне же говорил, что я должен кратно рекламировать тебя. И вот на каждое твое упоминание меня, на большую аудиторию, я 20 раз упоминаю. Ты видишь, что я везде вставляю? Витя Мусорщик, Витя Мусорщик. Молодец. Я иду, я с утра встаю. Витя Мусорщик. Я этот шорт записываю в Инстаграм. Я говорю, вот Витя Мусорщику понравилось, были не понравились. Все, класс. Цитирование тебя уже... Все, значит оставили. Оставили. В ролике самореклама у нас тут взаимная. Привет всем нашим. Привет всем нашим. Вот, наконец-то, мы уже здесь добавились. Торги идут, друзья мои, 2,50. Видите, вот, да, да. Надо сделать ударник капиталистического труда. А вот тут куча всяких, смотрите, у него планшетов. Видите? Витя Мусорщик, там вот такой чудот. Пятерочка, со шнуриком целенький. А где что? А вот это все в таком исполнении, я имею в виду, что он не обрезан. А вот это что за 50? Это просто... Нет, это компьютерный не так. Это хрусталь. Витя, расскажи, а что вот это за хрень? Книги, наверное, чтобы не падали? Я думаю, что да, это что-то такое. Бесполезное. Ясно. А вы часто на барахолку ходите? Ага, ну... Что ищете? Какое-то что-то определенное или всякую ерунду? Электронику. О. А мне вот нравятся такие старые предметы. Вот, кстати, но ноутбук уплял. О. Рабочий. Да? Видите, наверное, было даже лень проверять его, поэтому... Да, он лень. Да. Смотреть, не смотреть. Деревяшки есть. Да, конечно, но такой телефон у меня был, Sam's, когда-то. По-моему, DOS, это на две сим-карты, если я правильно помню все. Пряжка лицейская. А вот такой вот тоже какой-то Джо Дасса. Рикардо Фольги. Мелодия. Ретро. Вот вам фото. Ретро-ретро. Все, дай богу, что мне не гожем. Хорошая. Расскажите лучше, что вы ищете на барахолке? Просто, может, коротко. Или о жизни что-нибудь. Есть желание рассказать? В общем, тут есть всякого. А вот еще тоже у меня был, когда-то я покупал такую звонилку там для разных нужд. Телефон Cannexie называется. Такие всякие планшетики, наверное, на Афинаш можно. Тут всякие тоже разные у него, видите, лежат приблуды. А вот кто-то выбросил кучу шлеек от сумок и ремешков таких вот. Угу, симпатично. Витя, а ты продал даже бутылку мою, с которой мы пили? Саша, я продал мою бутылку за один белорусский рубль. Блин, вообще балд. Не то, что я ее продал. У меня купили твою бутылку за один белорусский рубль, потому что с нее пил сам Александр. А ты сказал, что это с историей флянец? Конечно, что с нее пил сам Александр Македонский. Не с одного. Хорошо. Да-да, он меня учит. А я, знаешь, по-македонски как пью, с двух рук, как стреляют. Слушай, а давай проясним еще, пока ты свободен, что волна хейта, во-первых, обрушилась у меня на канале. Бывает. На тебя, потому что вы всех баните, а у меня как отдушина там. Александр, во-первых, я за три с половиной года ведения канала заблокировал всего два-три человека. И то, когда писали, YouTube не пропускает, есть комментарии на рассмотрении, писали матерно про мою семью. Это уже личное. Причем, наверное, раза первых три я прощаю без проблем. Бывает, малолетки, заносят. Потом, конечно, в банду. Три человека, четыре, может быть, за три с половиной года. Больше никого никогда не блокировал. На меня обрушилось огромное количество хейта, когда я прорекламировал одну девчонку. Ну, не знаю, мне понравилось. Не нравится, не смотри. И, в общем-то, я выявил примерно вот на 130 тысячах хейтеров где-то 300-350 человек. Ну, небольшая, кстати, пропорция. Небольшая, но это такая банда, которая может прям... Ну, мне кажется, когда я у Максима попадал в первые ролики, на меня хейта было больше пропорционально. Что такое вообще хейтер, в принципе? Вот для тебя что такое хейтер? Человек, который, да, дает какое-то оценочное осуждение. Возможно, он как какие-то свои комплексы компенсирует этим. Для меня хейтер это тот человек, когда ты достаешь предмет и говоришь, вау, а он еще не дослушав, уже стричит комментарий. То есть, видео не просмотрено, ничего на первых секундах. Там, нашел какие-то деньги, да, на свалке. И говоришь, вау. И он, фу, фальшивка, фа-фа-фа. А ты через 5 минут покажешь, да, друзья, была фальшивка. То есть, не дожидаясь на первых секундах, ну, хейтеры, это самые преданные подписчики, которые потом пересматривают ролики от начала до конца, чтобы тебя ужалить, укусить и обидеть. Так что, хейтеры, люблю вас. Давай еще тогда на острый вопрос ответим хейтерам. Что там с этими финками НКВД? Говорят, что ты их продаешь и обставил хату на эти деньги, голым торсом. Вообще, это... Что там, как? Давай проясни, пол, сорви по крови. Валерий, Валерий изготавливает вот такие прекрасные ножи. Он всегда мне их приносил бесплатно в мой дом. У меня теперь только такие ножи. У многих моих подписчиков теперь только такие ножи. У Максима, у многих. Он делает бесплатно, бескорыстно, абсолютно. Вот, но такая работа. Я посмотрел, что это много. И как-то он принес на стол добрых дел два ножа. Их просто так, раз, и купили. И причем цену он за них не озвучил. Говорят, весь придумай сам. По 30 рублей на стол добрых дел я продал два ножа. Вот. Ну, всем зашло. Люди захотели еще. Я говорю, Валер, сделай партию ножей, чтобы я продал. И эта денежка была тебе. Я с них не беру ни рубля. То есть, ты даже не накручиваешь на них? Нет, нет. Ясно. И он даже не сказал, по чем их продавать. Я придумал 30 рублей. Можно подалить? Конечно. Конечно. Вот. И я их продаю по 30 рублей, все денежки даю Валере. Просто странно, что люди пишут, что там ты... Человек мне сделал много добра в количестве изготовления вот таких ножей. С ним просто приятно общаться. Классный мужик. Вот. И поэтому... Ну вот, ребята, на канале Вечерний и Садовой мы хотя бы один миф развеяли. Что мне займет место, вот эта коробочка для продажи этих... Вот именно. Сегодня пришел подписчик, он брал два ножа, сегодня пришел и взял еще два. Класс. И вот у меня шкатулочка там с деньгами в отдельном кармане, уже ждут Валеру 60 белорусских рублей. Бесправляем. Все. Раньше СДЭКом отправляли по России, СДЭК взломали, СДЭК не работает. Так что, друзья, мы теперь 30 рублей, теперь нож только для белорусов. Ну, он берет у вас... Аккуратно выпустил просто... Финка МКВД. Он берет у вас такие столовые. Абсолютно верно. Это советская нержавейка, ножики, где была костяная ручка. Отлично. Шикарно. И заточка вообще просто. Шикарно режу. А? 50 рублей. Нержавейка. Советская нержавейка. Моторчик такой зеленый. Именно на костяных ручках. Харьков? Мотор Харьков? Белый костяный. Да не снимай меня выключить. Да я снимаю только мотор. Вы же не переживаете. Вы же не переживаете. Мы же вещи снимаем. Мы разобьем. Хорошо. Видимо человек никогда не сидел в милиции. Вот это он сделал лично для меня. За порчу имущество. Вот. Это именно вот рыбку раздел. А это стоит тоже хорошим. Да. Ну кто ищет, тот найдет. Как говорится. Как говорил товарищ Христос. Ищите и обрящите. Для меня. Для рыбалки. Именно чистить рыбу. А он может мне на заказ сделать, но чтобы вот эта обмотка была в виде такой радуги. Я думаю без проблем. Класс. Как вот фломастеры эти. Да. Любой каприз за ваши деньги. Хорошо. А ты обратил внимание. Да. Я тоже креатив этот сразу подметил. Да. Давайте посмотрим. Посмотрите. Вон они в шкатулочке. Деньги. Витя забыл их прикрыть. И вот вы можете посмотреть под надзором сколько у него там денег. Ты забыл шкатулку закрыть. И ты уже все. Воздух общий. Конечно. Имею право. Имею право. А что ты там заснял каких-то там. Жалких. Опять скажи жалких. Не, меня кстати загнило рубль вообще тоже. Вообще да. Там просто. Я видел. Максу фразу употреблял сотни раз. Я один раз ляпнул. Кстати да. Мы с Максом когда торговали. Вот это жалкий рубль и все такое. Гнилой. Макс всегда употреблял слово гнилой. Было было. Но ему не разу. А тебе вот видишь. То есть за каждым фраза какая-то закреплена. Саша. Да. Продай. Так. Продай какой-нибудь товар вот дорого. Это нужно обмысливать. Сделай вещь вообще. Ты же вот умеешь. Ты же продавец. Конкретно. Слушай ну я единственное что заметил. Что у тебя есть очень много. Ну не много. А солнечные какие-то очки. Это уже остатки. Остатки сладкие. Логично. Потому что сейчас солнечно. У тебя есть вот эти ремешки. Но если мне кажется их как-то. Я понимаю что стационарно вывесить. У тебя нет ни времени ничего. Но они я заметил что новые. Они наверное с какой-то магазин просто выбросил не проданы. Вот. И эти ремешки по 5 рублей можно продавать. Ко мне пришел наш уважаемый подписчик. Вот. Мы ему вынуждены предложить посмотреть вот эту вот новую коробочку. Я думаю он с большим. Просто вынужденный. С большим удовольствием ее посмотрит. Тут все советское. Все механическое. С утра она была практически полная. Вот. Мне все интересно. Меня сегодня целое утро допекали за этот восток на ходу. Скажите. Вы же как специалист знаете стоимость этого предмета вообще. Ну как скажете. Интересно просто. По рынку заходите точно. Хотя бы ориентировочно. Почем продают. Почем можно продать. О. Почем продают. Почем можно продать. Может просто я оцену. Но мне интересно. Сейчас человек посмотрит на цену. На ходу. С хорошим временем. Советский Союз. Здесь еще такие знаете как у секундантов. Времена Пушкина на дуэле. Такой вот манументар. И механизм один. О. Ничего себе. Завод один производитель. Завод один и тот же. Ага. То есть и там и там собирался. Все на востоке собиралось. И что поискизал. Но сам факт того, что корпус этот фибий, а механизм этот востока. О. Отканеводы не принесаем еще? Нет. Это же ведь молчись казалось бы. Но тем не менее. Ну какая-то рыночная стоимость таких часов. По-разному. Подобно. В зависимости от того, кому они нужны. Понятно. Но вот продают их. Продают рублей там 40 продают или дороже? 40-60. 40-60 рублей. 20-25 на ходу. Сегодня три человека. Говорит, давай за 10. Я просил 20. Ну я 20-25-20 готов отдать. И все равно это будет ниже рынка. И это. Ну у нас всегда, во-первых, ниже рынка. Но люди кричат все равно дорого. Потому что хотят маржинальность в 200%. 100%. Это мало. И почему-то никто не ценит, что ты тратишь много своего времени на поиск и систематизацию и подвоз этих предметов. Все говорят, что это бесплатно и на халяву. А время. Время. Самый ценный наш ресурс. И его почему-то люди не учитывают, чтобы все это найти. Ну. Я мог лежать. Да. Но я мог лежать на диване. Просто. Да. Оба блогера теперь друг друга снимаете. А что делать? В Беларуси все блогеры скрытные. Все блогеры. Точно. Да. Нет. На самом деле это тяжелый труд. Я по себе знаю, что вот забить вот этот стол товарами. Просто их найти, извлечь, отмыть от пыли. Это очень много человека часов. Да. Да. Согласен. Как вы их оцените, так и за них получите. Вот. Не. Как оцените, никто не даст. Я как оценю, никто не даст. Ну да. Каждый же человек пытается во всех смыслах продать себя подороже. Свой труд или талант. Надо уже делать мерчка. Что-то продавать именно лично. Так а ты видел, у меня жена подарила батник вечерний сыновой. Можем заказать маек. Хотя бы чуть-чуть. Я думаю, да. Что-то вот. Другое дело, что нанесение этого логотипа, оно сильно дорожает продукты. То есть так майка стоит словно 10 долларов. Я хотел себе эту рабочую униформу, в принципе, чтобы ездить. Это комбинезон, кулька, кепка, да? Виктор Март. Я просто будет мусорщик, я на мусоровозке буду гулять. Вот тот, кто шьет это, его зовут Виктор. И вот Виктору от Виктора, да. Лаас. И сразу рекламка пойдет. Витя. Мы с тобой свяжемся. Надо обязательно спецодежду мне заказать. Для себя два костюма. Вот. И мерч, майки можно, ютуб-канал, что-нибудь такое. Давно пора. Я знаю, у тебя были уже интервью, где ты мечтал о собственном логотипе и даже о нем задумывался. Я помню, ты в разных местах упоминал это дважды когда-то. Как минимум. Да. Слушай, ну спецодежду я давно себе хочу. Просто нет времени заняться. Какой-нибудь красный костюм, это комбез, плотная куртка, тепка и вот мусорщики, потому что на мусоровозе скоро восемь. Ну да. Ну и плюс, может, зима-лето еще, чтобы было. Ну, зима не надо, наверное, а такой вот плотненький, чтобы на холодную весну восемь. Классно было. Так что, Саня, займись вопросом. Тем более, что у тебя есть такие знакомые и возможности. Да, да. Окей. В общем, было приятно посмотреть. Спасибо. Спасибо, что нас посетили. Всего вам счастливого. До скорых встреч. Ну что, ребяточки. Ну что, а у тебя есть кому посмотреть? У меня просто в машине этого ваза валяется. Можем сходить. Пойдем, Сашки, за вазой. Да, потому что, в общем, я пока снимал посудную лавку, на самом деле, разбил колобку. Одну рюмочку хрустальную, причем немецкую. Набор стоил 45 рублей, там было 4 рюмки, а стало 3. Я пошутил, что в основном все бухают на троих, поэтому типа потеря не такая велика. Вот. Но при этом, чтобы была все-таки какая-то статисфакция, я все-таки задарю тебе вазу. Отлично. Причем эта ваза, так сказать, с историей, она найдена на заброшке. У меня про это выйдет выпуск, где я эту вазу нахожу. Но чуть позже. То есть сначала она появится в ролике про барахолку, я тебе ее сейчас отдаю, и у тебя, возможно, на тиктоках. А потом выйдет легендарный каноничный ролик, где я эту вазу и при каких обстоятельствах отыскал. Там тоже не менее интересная, эпическая, мега эпическая история со всем с этим. Вот, видишь, ты в этом плане быстро реагируешь на обстоятельства, которые происходят вокруг нас. Да, кстати, у него очень много посуды, всякой разной. А сейчас начался дачный сезон Фазенды, и это еще будет всякий такой лайфстайл, типа... Установление старого футера. Да. Вот, кто еще шарит за стройку и за дачные какие-то дела посиделки и какие-то хозяйственные лайфхаки. А в видосиках вы тоже можете много чего и телефон упал. Спасибо. Доставлю. Или это развод, когда, знаешь, кидают пачку денег, ты такой поднимаешь... На божаке или стоять. Ты такой поднимаешь, ой, я нашел, я нашел. Или сейчас уже нет этого, как раньше в 90-е. Да. Сейчас лучше просто полить и дальше, а лучше даже не полить обойти. Да. Потому что любой предмет неприназначающий тебе лучше вообще или прикасаться вот именно с нашими камерами. С нашими белорусскими законами это очень круто. Ты знаешь, Витя, я думаю, что такие законы в плане нахождения и принадлежности к предметам, они везде есть. Просто их у нас запустили позже, чем в какой-нибудь Германии или Дубаях. Поэтому у нас общество пока что это воспринимает как такой, ну, диковинку и ущемление своих прав. Но по сути, да, если я где-то проебал телефон, я имею право, чтобы никто его не брал. И если кто-то его найдет, он должен его мне вернуть. Причем бесплатно. Я вот, кстати, тоже за вот этот закон в большей степени. Другое дело, что, естественно, если я найду где-то кошелек или деньги и вокруг не будет ни камер слежения, ни каких-то свидетелей, естественно, это все останется у меня. И никакая совесть у меня не будет мучить. У нас в Беларуси немножко проще с камерами, у нас их меньше. Допустим, в Европе они на каждом углу, поэтому там что-то сделать противозакронно очень тяжело. Да, и у нас дофига камер. Вот смотри, сколько в дежурной части я смотрю этих видосов, когда там мужик какой-нибудь велосипед крадет и тут же его находит по горячим следам на утро или еще что-нибудь. Поэтому такого, конечно, полно. Итак, мы пришли. Сейчас мы будем открывать закрома. Я просто еду сегодня на Тивали, у меня сегодня привоз очков и вот такая вот стоечка. А видите, я задарю следующие вещи. Во-первых, вот такой вот дракона. Дракончик. Это священник такой герамический. Да, китайский. Знаешь, что это китайская газета хуевам хуевам. Сынку чай. Да. Вот еще один дракончик. Тоже прям заповедный такой. Да. Сейчас его протрю. Может, он династии Цинь, Шихуанди или династии Тан. Я бы сказал, династия Цинь в хуевам. Ну, короче, какие-то хунвейбины этими владели. Да. Так. И, естественно, вот такая вот есть. Вот ваза, это, конечно, наша шишка. Сколько она стоит? Не знаю. Я бы ее продавал. Я бы ее не продавал. Она пойдет Женьке в коллекцию. Точно? Да, Женька. Это достойная хрусталь. Так. Возможно, это Германия. Ого. Вот. В Женьке одна такая ваза уже есть, большая. И она с удовольствием ее примет в дар. Я обязательно досниму. Жень, ты имеешь в виду свою жену? Да. Женя, это моя жена. Она сейчас приедет, поехала за детьми. Дети решили с нами тоже сегодня поторговать. Она целая? Вроде целая. Я думаю, если даже будет небольшой сколл, то она все равно ее возьмет и оставит на себе все. Я обязательно сниму благодарность от нее тебе. Вот. И сниму, как она будет оставить все на полочку. Помните им. Супер. Вообще благодарочка. В общем, ребята, вот видите, я как бы принес ущерб, но ущерб я полноценную елки-палки компенсировал. Потому что я пока у Вити снимал, меня замучила совесть. Нельзя человека оставлять у разбитого корыта. Поэтому вот тебе подарок. Макс, Лэм, тебе такие Саня подарки не приносил еще? Слушай, я Максу подарки приносил кучу наколок, локаций, где что сносится. Я когда вижу в интернете, ему сразу скрин, фас. Вот там разрушают частный сектор. Бегом туда. Поэтому особенно я сейчас не в Могилеве, но все, что я вижу в Могилеве сносимо, я сразу ему отсылки даю полностью. Поэтому все, снимем эту вазочку, потом как я его почищу, подарю своей жене Жене и сниму видео. Жене Жене, видишь? Жене Жене. Сейчас мы будем актовывать сакраматом. Я просто еду сегодня на Тивари, у меня сегодня привоз очков и вот такая вот стойчика. И я задарю следующие вещи. Во-первых, вот такой вот дракона. Дракончик. Подсвечник такой керамический. Да, китайский. Прикольный. Знаешь, что это? Китайская газета Хуй Ван Пун. Сунь Хуй Чай. Да. Вот еще один дракончик. Тоже прям запыленный такой. Мы сейчас его протрем. Может он династии Цинь, Шихуан Ди или династии Тан. Я бы сказал династии Сунь Хуй. Ну, короче, какие-то Хун Вей Бины этими владели. Да, 100%. Так, и естественно вот такая вот здесь. Ну вот ваза это, конечно, вообще шикардос. Сколько она стоит? Не знаю, я бы ее продавал. Я бы ее не продавал, она пойдет с Женки в коллекцию. Точно? Да, Женька. Это двуслойная хрусталь. Так. Возможно, это Германия. Ого. Вот. У Женьки одна такая ваза уже есть, большая. И она с удовольствием ее примет в дар. И обязательно доснимает. Женя, ты имеешь в виду свою жену? Да. Женя, это моя жена. Она сейчас приехала за детьми. Дети решили с нами тоже сегодня поторговать. Она целая? Вроде целая. Я думаю, если даже будет небольшой скул, то она все равно ее возьмет, поставит на свой пол. Я обязательно сниму благодарность от нее тебе. Вот. И сниму, как она будет ставить все на полочку помытую. Супер. Общая благодарочка. В общем, ребята, вот видите, я принесу ущерб, но ущерб я полноценно елки-палки компенсировал. Потому что я пока у Витти снимал, меня замучила совесть. Верно, нельзя человека оставлять у разбитого корыта. Поэтому вот тебе подарок. Макс, Лэм, тебе такие Саня подарки не приносил еще? Слушай, я Максу в подарки приносил кучу наколок, локаций, где что сносится. А, ну, тогда. Я когда вижу в интернете, ему сразу скрин. Ну, так, фас. Вот там разрушают частный сектор. Бегом туда. Вот. Поэтому, особенно я сейчас не в Могилеве, но все, что я вижу в Могилеве сносимо, я сразу ему отсылки даю полностью. Ладно, все, снимем эту вазочку. Потом, как я его почищу, подарю своей жене Жене и с нему вижу. Жене, видишь? Жене, видишь? Жене, видишь? Жене. И продолжится видео уже потом дальше. Смотри же, короче, к нам приходил вечерний садовой. Здравствуйте, привет. Это? Наши оладушки. Наши оладушки. Да, вечерний садовой разбил случайную рунку немецкую. Он тебе за это подарил вот этот подсвечник. Вот такого дракона. Мурзатого. Устального. Да. Мы давай мне лицо видеть, да? Да, ты нормально, ответочка тебе зарюмаешь? И еще кое-что он тебе подарил. Показать? Пойдем. Открывай пакет этот, поднимай. Что ты с ними с этим рюмками? И что, не понял, она что-то целая? Да. Без единого? Ну, я просмотрел вроде целая везде. Так все накрывай ее дальше. Ну, пойдем на пакет. Что ты скажешь для Сани? Спасибо, Александр, дорогой, спасибо. Куда ты ее в коллекцию или на продажу? Нет, есть что, если хотите, можете забирать вместе с рюмками. Куда ты вазу делишь? Камой, да, мы только дам. В свою коллекцию ваза таких, да? Это накладной хрусталь, правильно? Я еще изучу. Да, это накладная хрусталь. Все, спасибо, Саня. И сделаем небольшой обзорчик для вас. Барахлюз, барахлюз. Зона все по рублю. У нас сегодня все по рублю. Продают наши детишки Мира и Ярослав. Продолжится видео уже потом дальше. А с вами был канал Вечерний Садовой. Канал Колобок ТВ. И ТикТок Колобок 1680. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и делайте репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok